Обеспечение финансирования региональных денежных выплат ко Дню Победы стало главным вопросом заседания бюджетной комиссии Тверской области, который провел губернатор Игорь Руденя. Отметим, что несколькими часами ранее об этих планах глава Верхневолжи сообщил на встрече с представителями старшего поколения, которые проживают в геронтологическом центре. Единовременные выплаты ко Дню Победы будут предоставлены семи категориям граждан. Всего поддержку получат свыше 80 тысяч человек. Эти же меры поддержки сохранятся для тружеников тыла, вдов, умерших участников и инвалидов Великой Отечественной, которые не вступили в повторный брак, а также детей войны. Впервые эти категории жителей региона получили выплаты в прошлом году, к 75-летию Великой Победы. Это была личная инициатива губернатора Игоря Рудени. В нынешнем году им снова перечислят по 3000 рублей. Я думаю, что это у нас общий долг. Чувство глубокого уважения и делать все, что мы можем для нашего старшего поколения, которые действительно прожили очень непростую жизнь. Вот если я открылся назад, посмотрите, что эти люди сделали, что они сделали после того, как наши страны практически стали семьей. Кроме того, выплаты к празднику Великой Победы получат свыше 69 тысяч детей войны. Это жители области, родившиеся в период с 1 января 28 по 31 декабря 45 года. Их статус был утвержден в регионе в 2019 году. Выплаты в размере 10 тысяч предусмотрены инвалидам и участникам Великой Отечественной. Лицам, награжденным знаком, жителям блокадного Ленинграда. Бывшим несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. Вдовом погибших бойцов Красной Армии, не вступившим в повторный брак. Спасибо нашему губернатору и правительству, что они не забывают детей войны, не забывают дружеников тыла, значит, участников войны. И все, которые перенесли на своих плечах и голод, и холод, и страх войны, и все остальное. В общей сложности на предоставление в 2021 году единовременных выплат к Дню Победы из областного бюджета планируется направить 255 миллионов 300 тысяч рублей. Глава региона особо подчеркнул, что все перечисления должны быть осуществлены до майских праздников.